анто русском магазин услуг вов поможет во всем что есть в мире варкрафта переходи по ссылке в описании рекомендую всем привет тема сегодняшнего ролика если придерживаться порядка выхода дополнение варкрафта должны были стать события предвещающий катаклизм но судя по тегам элкрафт оставленными вами в комментариях под прошлым видео из рубрики история событий я решил как можно скорее порадовать вас роликом на тему чумы порченной крови наверняка многие из вас уже знакомы с данной информацией ведь кто только не делал ролики про виртуальную пандемию поглотившую азерот и все же количество оставленных тегов элкрафт говорит о том что вам интересно увидеть эту трагичную историю именно в моем исполнении что не может меня не радовать а теперь наливайте чайок открывайте печеньки и узрите же бедствие от дебафа чумы порченной крови с кем только не сражались славный герой из рота за всю историю вов но лишь один босс заставил содрогнуться не только участников рейдовой группы но и почти все сервера босс который даже после своей смерти уничтожал все живое к чему прикасалась чума порожденная его темными силами в патче 1.7 blizzard представили игрокам новое рейдовое подземелье зубу руб старый троллейный город рассчитанный на 20 игроков был первым шагом к упрощению рейдового контента и в основном был введен для игроков которым еще не хватало опыта в пве если кто не помнит все остальные подземелья требовали 40 умелых бойцов для успешного прохождения на такую идею со стороны blizzard хардкорные игроки отреагировали с усмешкой и хотя инстанц оказался весьма нелегким прохождение опытные рейдеры без особых проблем добрались до бога крови хакара и одолели его однако после смерти а за рот подвергся его мести виде невероятно разрастающейся болезни причина массового бедствия выяснилось позже как оказалось во время боя хакар периодически оглушал рейд и высасывал жизненные силы из героев исцеляя при этом себя дабы помешать ему игрокам приходилось прибегнуть дебафу порченная кровь который босс раскидывал на ближайшие к нему цели в определенном радиусе игрок заражал своих союзников болезнью которая отнимала здоровье в течение нескольких секунд и когда в этот момент хакар высасывал из игрока кровь то наносил урон сам себе после смерти босса весь рейд исцелялся от жуткого проклятия все бы ничего да дебаф сохранялся у питомцев охотники после того как их прогнали узнав об этом нашлись личности с мыслями о том а что будет если заразить моего милую мишку чумой а потом призвать его в густо населенном пункте а произошла после такой затеи самое что ни на есть катастрофа чума начала распространяться с невероятной скоростью поражая все живое даже npc подверглись заражению но в отличие от игроков они стали переносчиками в этом хаосе почти невозможно было выжить если хайлевельные игроки могли продержаться исцеляя себя до окончания дебафа то лоу левельных игроков чума косила мгновение ока так как каждую секунду болезнь наносила по 200-250 урона но даже пережив дебаф вас заражали заново некоторые игроки в панике бежали в горы лица пустыни в поисках безопасного места и даже отсиживались подземелья другие пытались противостоять болезни исцеляя зараженных ну а третье намеренно творили хаос заражая всех на своем пути пока решалась проблема blizzard пытались вести карантинные зоны но все это было бесполезно чума проникала в каждую локацию заражая всех нпс и не давала выжить никому в итоге чума порченной крови привела к полному коллапсу общество азерота в течение пары дней blizzard пытались исправить допущенную ошибку перезагружая сервера но даже после фиксов в течение недели были замечены отдельные очаги болезни за это время данным инцидентом заинтересовались эпидемиологи и даже создали математическую модель виртуальной эпидемии которая вскоре послужила основой фундаментальных медицинских исследований в области вирусологии чуму можно было бы одолеть если бы не множество персонажей специально разносящих болезнь во все уголки азерота таких распространителей назвали террористами варкрафта использовавших биологическое оружие конечно не все петоведы выносили чуму из стен золгуруба намеренно многие даже не замечали что их питомец был заражен и лишь после призыва в столицах перед ними рисовалась кошмарная картина эпидемии и смерти за это время blizzard выслушали огромное количество жалоб и истерик со стороны игрового сообщества некоторые игроки были так озадачены этой проблемой будто были заражены в реальной жизни другие же взглянули на все это со стороны веселого времяпровождения так или иначе blizzard решили провести эксперимент и ввели похожую систему болезни перед выходом в отлка в ивенте нашествия зомби о котором мы как раз и говорили в прошлом ролике надеюсь вам было приятно смотреть данное видео и я смог нести в него свою отличительную особенность спасибо за просмотр и удачи